Соли, как известно, больше пуда не съешь. Особенно это актуально, когда ее запасы измеряются миллиардами тонн. В Березняках решили, что помимо общеизвестной пользы для экономики, верхнекамские калийные руды это еще и красиво. И решили провести у себя фестиваль скульптур из сельвенита и металла. Идея не нова. Современные скульпторы уже давно ваяют из всего, что под руку попало. В американском Солт-Дейк-Сити существует парк соляных скульптур. Большая экспозиция действует на Мертвом море в Израиле, в местечке Эйнбокек. Гости верхниками, известные мастера Утри Джозеф Рэй и Лоуренс Макфарлан в России не впервые. Их работы из-за льда уже выставлялись на фестивале «Полярная рапсодия» на Урале. Теперь американец и канадец хотят затупить свои резцы о сельвенитовые глыбы. В фестивале участвуют латыши, украинцы, скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула и Нижнего Тагила. После празднования 80-летия столицы верхниками шедевры из калийных руд выставят в местном музее. Город и резинки по-моему уникальны. Уникальны еще и тем, что впервые с таким материалом, как сельвенит, будут работать скульпторы в формате международного фестиваля. Это прецедент, который мы вместе с вами создали впервые во всем мире. И где такого не будет, как я успел. Многие современные Родены и Микеланджело еще не видели месторождений воочию. Именно там они рассчитывают найти вдохновение. Андрей Григорьев, Телевизионная служба новостей. Игорь Григорьев, Телевизионная служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok